День памяти и скорби в нашей стране отмечается ежегодно 22 июня. Ровно 72 года назад этот день был омрачен вероломным вторжением фашистской Германии в пределы Советского Союза, что ознаменовало собой начало Великой Отечественной войны. По случаю этого горестного события в нашем городе и районе проводятся многочисленные памятные мероприятия, одно из которых ежегодный митинг возле мемориала жителям деревни Андрюково, именуемый в народе Великолупской Хатынью. 21 июня на встрече собрались представители общественных организаций, Городского совета ветеранов войны и труда, учащиеся лицея номер 10 и другие. Член Великолупского президиума Совета ветеранов Владимир Алексеев напомнил, что в октябре 1942 года деревня Андрюково была стерта с лица земли. Фашистские агрессоры сожгли 360 мирных жителей, не пощадив ни женщин, ни детей. Глава сельского поселения Горецкая Волость Галина Меркулова призвала молодежь не забывать историю Великой Победы, доставшейся русскому народу слишком высокой ценой. Митинг посетили также участники Псковской региональной военно-патриотической организации «Велес» под руководством Андрея Белугина, который рассказал нашей съемочной группе о том, как возникла идея проводить подобные встречи. Эта инициатива возникла в 2007 году. Инициативная группа лицея номер 10 вышла с предложением к Союзу возрождения Псковского края о том, что необходимо восстановить действительно вот эту историческую память о деревне Андрюково. Сюда каждый год обучающиеся 10-го лицея приходили в поход, оказывали какую-то посильную помощь в надлежащем содержании этого захоронения, то есть проводили уборку, пололи траву, возлагали цветы. Но когда за это дело взялись общественные организации, то это дело, можно сказать, сдвинулось с мертвой точки. Совместно с Союзом возрождения Псковского края наша региональная общественная организация взялась за это дело. Мы стали выступать с инициативой по вопросу благоустройства данного места. Ребята выезжали сами. Здесь мы пилили деревья, обрубали ветки, то есть приводили все это в состояние. Администрация оказывала помощь с краской, проводили покраску, побелку здесь. Ну и видите, сейчас более-менее дорога к этому месту существует. Наша общественная организация, одно из направлений ее является военно-патриотическое воспитание молодежи, ребят. То есть мы существуем, мы работаем за счет грандов областной администрации. И каждый год в День памяти мы стараемся присоединиться вот к этой группе, выезжающей сюда. Для чего? Для того, чтобы ребята действительно, они вкладывали сюда свой какой-то небольшой хотя бы труд. Вот они приехали, они посмотрели, и самое важное, они пообщались с людьми, с теми людьми, которым это не безразлично. Присутствующие почтили память погибших мирных граждан деревни Андрюкова минутой молчания. Затем состоялось торжественное возложение венков к монументу. Многие представители молодого поколения, принявшие участие в митинге, с честью несут эстафету памяти о страшном военном лихолетии. И среди них участник организации поискового отряда «Велес» Евгений Титенков. Это действительно важно, вот это патриотическое воспитание, знать историю своего края, то, что здесь происходило. Вот это мероприятие подтверждает то, что война действительно была очень жестокая, то есть страдали ни в чем не поведенные люди, дети, старики. Было пролито много крови. Продолжение следует...